Итак, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Мы с удовольствием, конечно, представим вам и видео. Материал, скажем, отчетный материал по поводу того, как сегодняшняя наша гостья в один день стала не только обладательницей приза от Аллы Борисовны Пукачевой, но и к тому же засветилась Россию, Украину и, самое главное, показала то, что живые и таланты украинские снова и снова завоевывают не только украинскую, но и общую мировую сцену. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в гостях у нас потрясающая девушка, которая в своем время, кстати, была и нашей коллегой по ТВ Голд. Это приятно вдвойне. Нет, лучше все-таки коллега. Итак, раскройте же нам все-таки загадку, уверен, что куча вопросов уже было, но тем не менее, может быть, наши зрители и не знают на самом деле, как вы попали к Алле Борисовне Пугачевой, то есть город Запорожье. Девочка, которая пела замечательные музыкальные композиции и вдруг, представьте себе, на отборочный тур лично Пугачева слушает. Правда, куча вопросов задавала, но неважно, об этом поговорим чуть позже. Я к вам на прокону это все знаменитое. Ну, я бы не сказала, что я еще проснулась, уже проснулась, знаменитая, все впереди. Это определенный этап моей жизни. Но хочу сказать одно, что действительно для меня полной неожиданностью явилось то, что Алла Борисовна отобрала меня на финал, и что вот так все завертелось, закрутилось. Началось все с того, что я, как, наверное, любой амбициозный человек, везде предлагала свои музыкальные материалы, ссылала в различные продюсерские компании. И случайно наткнулась на конкурс «Алла ищет таланты», который проводился на радио «Алла», который, кстати, закрывает уже. Почему вдруг закрывает? Закрывает, как сказала Алла Борисовна, я не люблю, когда меня ущемляют, и поэтому ухожу. Вот примерно вот так она это объяснила. Что касается конкурса, проводился он уже, в принципе, не первый год. Я очень много раз отправляла свои композиции, но почему-то не получала ответа ни на одну из них. И как-то, вот, видимо, последний раз я отправила песню, я помню, последняя моя композиция, я отправила ее на радио «Алла», и совершенно как бы забыла, думала, что, видимо, там как-то все уже просчитано, я там не вписываюсь в планы радио «Алла», и совершенно забыла об этом конкурсе. И тут как-то, помню, возвращаясь от какого-то кастинга, уже было поздно, и как-то на душе было так грустно, думаю, господи, ну сколько же мне еще бегают я так вот в этих сапожечках осенних, когда же я уже добьюсь того, чего я хочу, ну когда. Вот мне звонят, программа розыгрыш, я там сразу подумала, что это розыгрыш какой-то. Звонит девушка, говорит, что вас приветствует радио «Алла», ваша песня вышла в финал, и более того, Алла Борисовна отобрала ее на самый главный финал, где, собственно, вы можете свои силы попробовать. То есть что на нашем экране было с ними как раз из выступа, так? Да. Больше всего удивляет то, что когда вы начинали выступать, замечательная музыкальная композиция, джазовая, удивляет больше всего, почему именно джазы, и во-вторых, удивляет больше всего то, что Алла Борисовна почему-то решила именно на вас зациклить свое внимание, учитывая то, что на вас было шикарнейшее красное платье, и она постоянно требовала, ну оправдайте же его, но давайте еще раз споем эту музыкальную композицию. Ой, было дело. Сейчас я объяснюсь по порядку. Дело в том, что другие участники тоже не остались в стороне, потому что у кому-то она сказала, что, дорогой, у тебя в песне не выросли яйца, когда вырастут, позвонишь. И к каждому она находила свое какое-то доброе словцо материнское. Я, так как я выступала последнее, видимо, на мне решили отыграться. Кливно копыт шелось обохоток. Конечно, хочется излить душу. И, в принципе, я бы сказала так, что особо меня не... Я бы не сказала, что критика была сильно чересчур. Если бы раскритиковали мой голос или манеру исполнения сильно так, что там надо работать, меня бы это больше огорчило. А платье? А, там можно снять. Что касается платья, что касается замечаний по поводу внешнего вида и песни, выбора моей песни джаз, все-таки джаз это такая вещь, на которой можно и голос показать. Ведь поп-композиция, которую я исполняла, она хоть и симпатичная, ее отобрали в финал, все-таки там силы и мощи голоса не получилось бы показать, ввиду того, что это жанр такой поп. Там много аккордов не нужно исполнять сразу. Поэтому я исполнила джаз. То, что у меня хорошо получилось, это хеллоу долю, у меня там, как раз, тембр, то, что надо, вот мое. Но, может, просто так попало. Я почему-то была уверена, что Али Борису мне очень понравятся яркие вещи. Не знаю, почему. И я думала, что я просто порву. Но я порвала все равно. А что было дальше? То есть, как вы шли уверенно и знали, например, ощущали, что вы все-таки будете лидировать в данном случае в этом конкурсе? Когда я шла, я уже была уверена, что все-таки меня ведет какая-то твердая рука, потому что я понимала, что не может быть просто так случайно, вот так раз и повезло. Значит, что-то я из этого для себя возьму, из этого конкурса. Поэтому я шла спокойно. Конечно, очень ярмичала, но как и все, потому что я впервые в жизни вижу этого человека, и она для меня авторитет. И естественно, что меня волновало больше, что расскажет обо мне, поэтому мне немножечко телепало, не по-детски. И меня воспитывали в таком вот ключе, что Алла Борисовна – это вторая после Бога, поэтому понимаете мое состояние душевное. Хотя вышла я очень уверенно, спела, исполнила. Многие говорят, что как-то так уверенно, безбоязненно вышла, поговорила с ней. Видимо, у меня это наработано, скорее всего. Внутри могу очень сильно переживать, но внешне так даю мясо. Давай так, а что дальше? А из украинских исполнителей не было никого, были и страны Азии, и также были все-таки россияне. А, конечно. Страны России. Ну, как же без них, конечно. Что касается того, что в дальнейшем у нас было с конкурсом, я сначала, вот когда мне платье на него так вот указали, что вот не в тему, я начала безумно расстроилась. Я даже зашла потом за кулисы, в гримерку, и у меня не было носового платка. Да, я помню, я так разозлилась, думаю, блин, ну почему вот опять меня вот взяли, ну я не поняла, что ничего, собственно, плохого не сказали. Все в порядке. Я просто очень требовательна к себе. Думаю, любое замечание вдвойне его, умножаю ее надвое и больше волнуюсь. Я увидела скатерть белый, такой чистый, выглаженный, я такая, я возьму и высморкаю с нее. А я думаю, стоп, ты что, Сара, ну как же, ну при чем весь скатерть, ну как, ну в общем, я не высморкалась. Сара, у нас утренний эфир, я надеюсь, мы сейчас более вот от тех дел отвлечемся сейчас и с удовольствием попросим тебя, если есть такая возможность, не могла нам что-нибудь напеть. Это было бы хорошо. По-моему, если я не ошибаюсь, после исполнения Hello, Dolly, Алла Борисовна попросила тебя, судя по видео, я помню, смотрела как раз, спеть что-нибудь на русском языке, да? Ну да, скажем так, она сразу попросила, чтобы я манеру другую в этой песне, она попросила вот этого урожа, хотя я эту песню по-другому чувствую. Ну я попыталась сделать, но вот я спела мимо нот, лучше бы я этого не делала. Вот, а русская песня, она имела в виду ту песню, которую, собственно, я должна была исполнить, которая вот выиграла, все участники пели свои песни, которые вышли в финал. А все, те, которые там джаз, не джаз, это все как бы личная инициатива участников, чтобы проявить свои вокализы. Поэтому свою собственную песню, может быть, немного напоешь для тех, кто еще не видел. Ой, господи, я, конечно, напою, поймете ли вы, что я пою? Я думаю, что мы поймем, все-таки как-никак. Я помню, я помню. Я помню взгляд твой, я помню руки твои, я помню те слова, что ты говорил, мне говорил. Я помню лето, я помню ночи с тобой и до рассвета. Я говорю да, и так далее. Длинная композиция на 40 минут, хорошая песенка, правда, вы можете ее прослушать. Длинная композиция на сколько минут? Хорошая композиция на 40 минут, но она такая поп-музыка. Вообще, я предпочитаю всегда, чтобы показывать голос, петь какие-то мировые хиты. Например? Ну, например, вот там вот... Ну, самую любимую давай сейчас, с утреннего так вот эфира, создавая хорошее настроение всем нашим телевизорам. У нас уже вошла традиция петь Hello, Dolly уже много. Спою ее, да? Да, отлично. Я продолжу музицировать сама себе. Hello, Dolly, well, hello, Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, I can tell, Dolly, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying from the band, playing one of your old fiery songs from way back when. So, Dolly, G, let us find your never dream, let us, that will never go away again. Я надеюсь, я никого не оглушил. Браво, потрясающе. Спасибо большое за такое замечательное настроение. Нет, но другой вопрос, вот что дальше? То есть сразу после того, как Алла Борисовна вас заметила, естественно, то есть какие-то определенные поступили предложения. И самое главное, хочется узнать, где мы теперь будем вас лицезреть, и как будет продолжаться карьера. Мне кажется, вот это самое главное. Конечно. Вы стали переможницы, какие-то пара профиты за все-все. Сейчас расскажу. Во-первых, так как уже я вроде бы пыталась сказать, радиостанции «Русская радио» и «Лаврадио», которые присутствовали на этом мероприятии, выделили своих любимчиков, среди которых оказалась и я, на ротацию песен и также на предложение быть ведущей на «Русском радио» и на «Лаврадио». Поэтому я буду еще выбирать, куда я пойду. То есть с помощью вот этих специальных премий я смогу теперь свои песни ротировать на этих радиостанциях, ведущих в России. Дальше журнал «Тайный звезд», который вы сейчас листаете, тоже, скажем так, согласился поместить мое милое изображение у себя на страничках. И кроме того, открыть… «Тайный звезд» называется, кстати. Да, такая известная желтая пресса, но желтая пресса, которую я люблю. Вот здесь как раз и есть. И вот в уголочке, с такими выхлоченными глазками. Это же я. Вот. Умирительно выглядишь на самом деле, очень фотогенично. Спасибо. Кстати, красная помада, красное платье. Почему именно такой образ? Красный, на самом деле, Алла Борисовна не любительница выступает именно в красном цвете. Но больше всего удивляет то, что красный – это всегда интригующе. И действительно заинтриговала настолько, что она сделала замечания. Так вот, почему именно красный цвет? Красный – мой любимый цвет. Более того, красный – это же известно, что красный от глаза, красный от порчи. Красный всегда добавляет вареных жизненных сил. И вот даже там кто занимается каббалой. Почему же красная ниточка? Сам цвет, он очень сильный, энергетику дает. А мне была нужна эта энергия дополнительная, чтобы харизма, чтобы вот… И мне, в принципе, идет по цветотипу красный цвет. Мне хотелось запомниться. Красный цвет – то, что запоминается. Красный, желтый – да, вот цвета лидеров. То есть я решила, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Продолжим про профиты с перемогой. Кроме ротации на радиостанциях, что еще может быть? Так, хотя это, в принципе, не принято обсуждать, но я скажу без различных там каких-то, что были выданы денежные гонорары довольно-таки немаленькие, потому что Алла Борисовна не любит мелочиться в этих делах, судя по всему. Ну, опять же, все эти гонорары уйдут на собственное инвестирование, на собственную раскрутку. А запись альбома – это что? Ну, кому сейчас нужна запись альбома и клипа, если тебя никто не знает? Вот у меня был знакомый, который продал квартиру, чтобы записать альбом. И он, врачок, сейчас без квартиры альбом не пошел. Понимаете, для того, чтобы сначала нужно себя распиарить, нужно, чтобы имя твое работало на тебя, и тогда любой, извините, игре пойдет и в эфир, и все, что угодно будут крутить. Любой клип, даже на камеру, на фотоаппарат, на какой-нибудь, который сейчас снимает, пойдет. Главное – это сделать имя. И когда многие исполнители пытаются делать альбом, я пишу новый альбом, я пишу новый клип, делаю новый клип, я думаю, кому нужен твой клип, где его будут крутить? В интернете, на ютубе максимум. Поэтому, как бы, я все этим… Ягоду это все раскручиваю, да? Ягоду это раскручивать. У меня сейчас очень много проектов, и один из них – это, ну, это не сколько там раскрутка, но это для души. Один из проектов – это благотворительный новогодний марафон. У меня с детства была мечта потратить большую сумму денег, когда она у меня будет, на различные подарки, книжки, игрушки, сладости. И прямо сделать такой гастрольный тур по детдамам, то есть поздравить детей, такой вот феей, притворить. Дед Мороз, да, в юбке. И вот подарить детям радость. И я в дальнейшем планирую расширяться в этом смысле. То есть сейчас будет Москва, Московская область, потом я расширюсь на страны России и дойду до Украины. Потому что это, я знаю, что это мне попрет, и буду я, в жалею, отдыхать. И, естественно, хочется пожелать удачи от самого сердца, и хочется, чтобы эти проекты как можно быстрее реализовались, и в ближайшее время. Голос, голос – это всегда дар божий. Я надеюсь, что этот дар вы используете исключительно по прямому назначению для того, чтобы не только, естественно, стать звездой и получить славу, пройти через огонь, воду и медные трубы, а для того, чтобы действительно радовать наши уши и наши сердца приятной музыкой. И другие счастья делают. И самое главное – это без сомнения. Тем более, да, мы в красном. И в завершение сегодняшней нашей беседы хотелось бы, чтобы вы нам что-нибудь и исполнили, если это возможно, вас не затруднит. И самое главное – мы еще и после того, как исполнит наша замечательная гость музыкальная композиция, всем объявим рекламу на канале ТВ-5. Ну, давайте, раз я уже в Украине все-таки, давайте, что на украинском... Отлично! Господи, что такое исполнение? Давайте, очень веселенькое. Давайте. Первое сразу, ты же меня напитманула, банально, ну... Хотя, с другой стороны, вы знаете, «Цвиттерн» есть потрясающая калининская песня, вы кажете? Давайте, то, что я помню, давайте. «Цвиттерн», 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 «Тай цвіто падає», «Хто в любові не знається», «Той горя не знає». «Хто в любові не знається», «Той горя не знає». Вот якось так, так і живемо. Отлично, вот так і живем, і хорошо живем, судя, собственно говоря, по тому, как, действительно, замайовується очістювання лимфа. Я посмотрела на вас, я все забыла. Планы же, по планах, как бы, я так че-то так ускорюсь, в ближайших планах я уже сейчас готовлюсь к новой волне, это вот сейчас. Это потрясающе. И в январе это будет отбор на Евровидении, мне главное просто попасть в отборочный тур, чтобы начать уже как-то по-крупному. То есть, я так понимаю, в ближайшее время вы обязательно появитесь у нас еще в гостях и расскажите о том, как вот будет рост, естественно, популярной певицы на сцене, собственно говоря. Только за. От украинской до кремлевской. Только в перьях много будет разных. Отлично. На голове. А я думаю вам, ты захагаешь. Чем больше, тем лучше. Как это, есть замечательное высказывание, ты знаешь, моя собственная сцена, это надо продать себя, умело. То есть, постоять за себя и полежать за делом мира. Знаешь, говорят, есть ремарка такая сленговая, конечно. Поэтому, собственно говоря, поэтому хочется, чтобы это действительно было ярко, эпатажно. Эпатажа не хватает нам всем. И куража. Точно. Есть еще такая же популярная фраза, а кто не ставит рекламу вчасно, то и без премии. Тоже, я нагадую, что у нас у всех была старая уйта, а сейчас у нас реклама.